Здравствуйте! В студии Аделина Абдрахманова и мы продолжаем прямой эфир с представителями института. Сегодня поговорим о поступлении в Институт психологии и образования Казанского федерального университета. Абитуриенты, вы можете задавать свои вопросы о поступлении, экзаменах и проходных баллов в группе ВКонтакте КФУ. Итак, на наши вопросы сегодня ответит ответственный секретарь приемной комиссии Александр Анатольевич Бибик. Здравствуйте! Добрый день! Заместитель директора по образовательной деятельности Алмаз Мирзанурович Галимов. Добрый день! Здравствуйте! И заведующий кафедрой клинической психологии и психологии личности Руслан Наилевич Хакимзянов. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, начнем. Первый вопрос. Есть ли какие-то особенности в приемной кампании этого года? Да, если можно адресовать вопрос. У вас вы подготовили? Ну, если что... Да, давайте, наверное, я скажу, потому что я по особенностям приема и по приему, наверное, знаю больше всех здесь присутствующих. Особенности приемной кампании этого года заключаются в следующем. Если абитуриенты следили в целом за приемом в предыдущие годы, то могли отметить, что в прошлые годы подача документов производилась в онлайн-формате. В прошлом году добавилась такая возможность поступления в ВУЗы и подачи документов в ВУЗы через портал госуслуг. И в прошлом году не требовался оригинал документов образования. В этом году кардинальное изменение в том плане, что документ об образовании, то есть оригинал документов образования, все же до зачисления придется представить в ВУЗ. То есть помимо онлайн-подачи документов через личный кабинет, либо через портал госуслуг, либо через оператор почтовой связи, либо при очном посещении, для зачисления оригинал документа образования должен быть представлен в ВУЗ на этапе самой приемной кампании. Ну и в целом, наверное, сейчас популяризируется трек поступления через портал госуслуг, поэтому абитуриенты, которые захотят воспользоваться этим треком поступления, им нужно будет немножко заранее позаботиться о доступе и о создании личного кабинета на портале госуслуг. Ну а в целом приемная кампания начинается 20 июня. 20 июня начинается прием по общим направлениям, по общим правилам. Все приемные кампании всей страны распахнут свои двери, в том числе и Казанский федеральный университет. Хорошо, спасибо большое. А какой средний балл нужно набрать для прохождения на бюджет? Здесь чем выше, тем лучше. Если говорить про институт психологии и образования, то средние проходные баллы достаточно на высоком уровне. Есть как востребованные направления, так и менее востребованные направления, но тем не менее уровень по проходным баллам поддерживается достаточно высоко. Я не могу сейчас назвать конкретно какую-либо цифру, потому что направлений очень много. Очень большой выбор из разных областей. Есть направления по педагогике, связанные с естественно научным блоком, есть связанные с гуманитарным блоком, есть связанные с психологией, с клинической психологией. То есть выбор огромен. И, наверное, такое небольшое первое домашнее задание для наших зрителей и для будущих абитуриентов, это все-таки посетить сайт приемной комиссии Казанского федерального университета, где вы сможете ознакомиться, во-первых, с местами приема, с количеством и выбором направлений, которые будут доступны в этом году, и ознакомиться с тенденцией повышения либо понижения среднего балла на то или иное направление. Это будет такой небольшой ориентир и даст хороший толчок для входа в приемную кампанию 2022 года. Хорошо. А можно ли к вам перевестись после первого курса с другого вуза? Видимо, это вопрос уже ко мне. Да, можно. То есть после завершения обучения первого курса, даже не после первого курса, а после первого семестра. То есть для того, чтобы принять студента путем перевода, необходимо, чтобы у него на руках была академическая справка, справка об обучении. А такую справку дают только после первой сессии, то есть после первого промежуточной аттестации. Можно после первого семестра либо после первого учебного года. Да, мы можем принять. Но я хотел бы еще просто добавить по предыдущим вопросам, да, что касается в частности педагогического образования, какие есть изменения в этом году. В этом году есть изменение такое, что для выпускников педагогических колледжей, педагогических средних специальных учебных заведений, по желанию абитуриент может выбрать вместо одного из предметов ЕГЭ педагогику. Например, он поступает на учителя физики или учителя филологии или педагогика начального образования, да, вместо одного из ЕГЭ он может педагогику сдать уже внутри университета. Помимо того, еще по двум направлениям подготовки нашего института, именно по начальному образованию и по дошкольному образованию, они могут и второе ЕГЭ выбрать по специализации, то есть сдают педагогика дошкольного образования или педагогика начального образования. То есть вот такое изменение есть. Хорошо. А вот вы сказали, что в том году можно было подавать документы онлайн. Можно ли на магистру также подавать документы онлайн? Конечно. Онлайн-подача, она ни в коем случае не отменяется. Это очень удобно, во-первых, это стирает границы как для абитуриентов, так и для ВУЗа. Поэтому зачем отменять хорошие практики, которые хорошо работают и сказываются на развитии высшего образования в целом. Поэтому, вот как я уже говорил, небольшое домашнее задание для абитуриентов этого года – ознакомиться все-таки с сайтом приемной комиссии, ну и с сайтом ВУЗа в целом, где вы сможете пройти вот этот через этот мир. Кому-то он покажется, может быть, на первый взгляд сложным, но разобраться в этом можно и нужно. И это будет первым хорошим шагом и первым кирпичом фундамент профразвития в дальнейшей жизни. – Хорошо, спасибо большое. Вот мы затронули уже немножко магистратуру. Хотелось бы уточнить, как проходит вообще обучение на магистратуре и есть ли у студентов возможность при поступлении на магистратуру позже работать? Ну, то есть во время обучения. – Ну, практически все магистранты, которые учатся, они уже работающие. После бакалавриата, имея дипломы высшего образования, они трудоустраиваются, но поступают еще в магистратуру. Да, зная это, у нас есть две практики. Во-первых, мы ставим расписание на вечернее время, чтобы студенты могли после работы учиться. Есть вторая практика, что по желанию студенты могут даже дистанционно учиться, то есть они совмещая учебу с работой. – Хорошо. А по каким направлениям можно поступить на специалитет? – По специалитет у нас есть по педагоге, по психологу. Руслан, наверное, ответит на этот вопрос более подробно. – Да, по поводу специалитета, у нас в институте есть специалитет по направлению клиническая психология. Срок обучения 5,5 лет, и вы на выходе получаете диплом специалиста. И количество бюджетных мест в этом году 50. – Я могу добавить, что кроме клинической психологии, есть еще в этом году мы впервые открываем такую программу. Педагогика, психология, девиантное поведение называется. Это тоже психология. То есть тоже специальность. 5 лет обучения в очной форме обучения и 5 лет 6 месяцев в заочной форме обучения. – Можно добавлю немножко по поводу специалитета? Для абитуриентов, которые выбирают все же, что выбрать, бакалавриат, либо специалитет, немножко тоже по правилам. После бакалавриата, первой ступени высшего образования, есть возможность продолжить свое обучение в магистратуре за счет средств Российской Федерации, то есть за счет бюджета Российской Федерации. У выпускников-специалистов такой возможности нет. Но у них, собственно, и обучение более узконаправленное, и оно на год больше. И преимущество у выпускников-специалистов, они сразу могут поступать в магистратуру. – В аспирантуру. – В аспирантуру, да, извините, перепутал. В аспирантуру. И также могут продолжить обучаться в магистратуре, но уже за счет внебюджетных средств, либо поступая на какие-то целевые направления от организации, именно не в рамках бюджета Российской Федерации, а вот именно где организация оплачивает обучение студента. – Хорошо. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про направление клинической психологии. – Ну, я уже начал говорить про специальность клиническая психология. Срок обучения 5,5 лет – это достаточно востребованная на сегодняшний день специальность, потому что клинический психолог работает с психикой как в норме, так и в патологии. И основные направления клинического психолога – это все-таки патопсихология, это работа с больными, которые имеют психические расстройства, также нейропсихология, нейрокоррекция, также это психосоматика и психология телесности. Очень много сейчас людей, которые страдают соматическими заболеваниями, но в основе этих заболеваний лежат какие-то психологические проблемы. Также основное направление деятельности клинического психолога – это психокоррекционная работа. И единственное направление – специальность клиническая психология, которая формирует компетентность немедицинской психотерапии. То есть в федеральном государственном образовательном стандарте это прописано. Немедицинская психотерапия – это направление может осуществлять только клинический психолог. А сколько вообще бюджетных мест на данное направление? 50 бюджетных мест на данное направление. Это продиктовано, так скажем, необходимостью клинических психологов как в медицинских учреждениях, так и в образовательных учреждениях, потому что сейчас есть большой запрос на работу с психикой человека, которая функционирует на грани нормы и патологии. Хорошо, спасибо большое. А скажите, пожалуйста, в вашем институте вообще есть ли заочное обучение? Есть, конечно. Практически по всем программам имеется заочное обучение, если интересует и даже могу перечислить. То есть по всем – и начальное образование, и школьное образование, и девиантное поведение, например, и клинической психологии. Ну, клинической психологии нет, да, Руслан Ильич? Нет, на клинической психологии нет заочного обучения. А вот то, что я сказал, специальность педагогика психологии девиантного поведения, там есть и бакалуриат и магистратура по всем практической программам имеется. А что касается практики, с какого курса у вас начинается практика у студентов? Я скажу за педагогов, по направлению педагогического образования практика начинается практически с первого курса. Даже с первого семестра начинается пассивная практика, то есть они знакомятся, а потом со второго курса начинается вожатская практика в лагерях, и с третьего курса уже производственная практика непосредственно в организационных организациях. А в психологии, в основном, да еще. Да, что касается организации практики по специальности клинический психолог, то да, мы с первого курса начинаем отправлять ребят на практику, но это учебно-ознакомительная практика. На втором курсе у нас формируется производственная практика по направлению педагогическая практика. На третьем, четвертом и пятых курсах у нас идет уже непосредственно производственная практика. Сначала по патопсихологической диагностике, потом по нейропсихологической диагностике, а потом уже практика под супервизией. И на выпускном курсе, это шестой курс получается, преддипломная практика. скажите пожалуйста какую стипендию получают у вас студенты и кто не может претендовать такой вопрос есть базовая академическая стипендия это те которые учатся на хорошо и отлично они получают базовую академическую стипендию помимо этого есть социальные стипендии нуждающиеся люди студенты они могут получить по справке с и соцслужб если у них дохода ниже допустим определенного порога могут претендовать на такую стипендию есть еще и повышенная академическая стипендия это 10 процентов студентов получающих академическую стипендию получают еще повышенная академическая она существенная за активность за полученные результаты определенных направлений деятельности это пять направлений так научная учебная культурно-массовая спортивная и общественная работа то есть если они по ходу учебного процесса проявляют себя каким-то образом то они вот 10 процентов студентов могут претендовать на такой повышенную стипендию в районе 12 13 14 тысяч рублей ну и плюс еще на этапе приема абитуриент может уже заработать деньги при поступлении то есть ну как заработать можно сказать у нас есть стипендию под названием 100 бальник то есть абитуриенты которые поступают на направление в наш вуз и при этом имеют 100 баллов по одному из предметов егэ получают на разовую на премию ректора это в размере 80 тысяч рублей а еще есть расширение тест этой стипендии если абитуриент поступил по олимпиадному треку без вступительных испытаний то есть являясь победителем или призером всероссийской олимпиады школьников либо победителем российской олимпиады школьников перечень также опять как возвращаясь к домашнему заданию он указан на сайте соответственно направлении в которые можно поступать вот по треку без вступительных испытаний либо в тенных направлениях где мы олимпиаду превращаем в 100 баллов по егэ то есть вот он тоже размещен на сайте ну и возвращаясь то есть в 100 и 80 тысяч абитуриенты могут получить еще на этапе поступления в первом месяце после зачисления хорошо а вот вы сказали что для того чтобы получить стипендию можно участвовать каких-то внеурочных так скажем же деятельности да там спорт творчество какие у студентов есть на это возможности то есть что для этого есть самый широкий это может быть деятельность внутренне института либо в целом по университету культурно-массовые просветительская волонтерская деятельность до научные деятельность пожалуйста да то есть любых направлениях все хорошо спасибо большое на этом наш лайф подошел к концу у нас в гостях был институт психологии и образования казанского федерального университета на наши вопросы отвечали ответственный директор приемной комиссии кфу александр анатольевич бибик заместитель директор по образовательной деятельности алмаз мирзанурович галимов и заведующий кафедрой клинической психологии и психологии личности руслан наилевич хакимзианов спасибо вам большое что пришли за то что ответили на наши вопросы будем рады видеть у нас в студии вас еще с вами была адалина абдрахманова до свидания